Как получилось, что тебя повредили? Давай я к тебе приеду, хоть я почитаю. Ну ладно, подожди, отпускай. Где это было и как? Это случилось в Кемерово. Мы туда поехали с моей клиенткой выбирать для нее собаку. Собаку для спорта. Большую, взрослую? Нет, 7 вечного щенка. Было 2 щенка. 4-х месячных? 7. Я одел костюм дрессировочный, специальный. Щенка держали на поводке, шлейке. Я попробовал, он меня за ногу укусил, сюда укусил, сюда, сюда. Все нормально, вроде как уже все. Ну и я с ним стал играть. После того, как он тебя кусал? Да, но он кусал меня без агрессии. Он мало что, ну кусал уже как. Ты был объектом, на который нападают. Да я даже не играть стал, то есть я продолжал его дразнить. Ну как это самое. И вот так вот нагнулся, а он жену не на глухой привезли. И он нечаянно меня замкнул зубы. За верхнюю губу он не оторвал губу, а просто проткнул. Ужас какой. Ну хороший очень щенок. Ну и так ты признал она Гожи. Да. Она может быть хотела тебя поцеловать, поблагодарить. Наверно, да. Но у него кличка киллер была. Хозяйка говорит, мы его перекрестим. Люди говорят в крещении меня. Его киллером назвали. Но ты испугался сильно? Я не испугался, но я... Мог бы оторвать и нос, и глаза, и все. Могу я. От мужчинова пока. Ну вот. Ну, говорит, который заклинатель со змеями, то ужалит. Да, да. Никто и меня никто и не жалеет. Кроме вот этой. Ну вот сына пошла. Ну конечно. Мне зашивали. Ух ты. Мне там сколько... А этот, который хозяин собаки, то что? Она меня говорит, я сейчас, говорит, не могу. Я-то за рулем не могу, мне же наркоз поставили. Угу. Она меня повезла в Варнаул. Говорит, нет, мне сейчас не до собаки. Мне главное, твое здоровье сейчас. А собака-то с вами была или нет? Мы оставили ее в Кемерово. Мы ее в этот день забирать не стали, потому что... А ты опять поедешь за собакой? Я больше не поеду. Мы посмотрели, она годная, потом она сама приедет и заберется. Мы в этот день не стали забирать, потому что я за рулем не мог ехать. Она рулила ночью. Да еще если со мной что случится, говорит, ночью машина не моя, собака, я боюсь. Я говорю, ну... А я бы забрал собаку. Я бы тоже забрал бы. Но я ее не смог убедить. Я бы забрал, собака хорошая. Вот. Но там еще мы даже второго... Второго щенка не посмотрели, потому что у меня травма. Ну, в следующий раз войдем. И за сколько это взяли его? Тридцать пять. Тридцать тысяч? Тридцать пять тысяч рублей. Тридцать пять. Так у меня сейчас две собаки жили, вот я их отдал. Одна стоила триста, другая двести семьдесят. У меня тренировались. А это тридцать пять, это так. Вот газета пришла. Называется «Любовь голубям». Любовь и голуби. Вечерний Барнаул за какое число? Ну-ка. Где-то же есть тут? Вот. Пятница 22 сентября 2017 года. Ну, это свежая. И главное кто? Владимир Коворотов. Мой тут интересный с ним случай был такой. Я сижу с директором ликеро-водочного комбината. А он сидит, я его не знал никогда. Вот он стоит. Ну, и разговаривали. И он говорит что-то о голубях. А я сижу слушаю. Он говорит, достал голубей, я не знаю, бакинских или какие. Говорит, и голубок в самес улетел. О голубях я бы чтоб промолчал. Я говорю, а как он выглядит? Да, Таня говорит, маленько поменьше. Коричневым цветом. Я говорю, а мне на неделю прилетел такой. Он так до того, да вы что? Ну, я говорю, когда поехали туда. Ну, приехали ко мне. Я его достал. А он и есть. А он поменьше. И за взрослыми голубями за голубка не успевает бежать. А они его как зазирали. А потом женился все равно. Какая-то пошла за него. И вот, я его отдал. Я говорю, ну вот все. Он говорит, я вам сейчас принесу другой породы. Там, кажется, четыре привез голубя. Прошел дня два. И он прилетел назад. И в гнездо-то залетел. А голубка-то одна была белая моя. Там любовь, я такой не видал. Он ее клювиком вот так. Потом голову наклонил. Она его клювиком, голову ему все это где-то. А он тогда, говорит, улетел у меня голубь. Я говорю, так он у меня здесь. Да вы что? Я говорю, я плакать готов. Это такая любовь. Я говорю, я вам отдам его сейчас. Но если улетит, больше не приезжайте. Я не дам. А он стал директором там тракторного завода, кажется. Такой очень хороший человек-то. Ну я ему отдал. Дня три пришло, он опять вернулся. Как он у ноги? Он поменьше роста, видимо, где-то пролазил где-то. И прилетел. Ну и у меня он и был. Так и остался жить. И вот она о голубях пишет. Говорит, ездил, говорит, в Москву, там выставка была. Там, говорит, голубедром. Вот у меня 35 голубей, там 15 достаточно. А там, говорит, по 2000 держат. И одна порода выведена. И пришел мальчик, он продавал голубку эту. И говорит, что-то 5000 долларов давали ему. Он не продал ее. Это сколько в рублях? А? В рублях сколько это 5000? 5000 долларов умножить на 60. 300 тысяч. Вот так, 300 тысяч. Вот как собака так. Так это одна голубка. Ой-ой-ой. Голубка, он говорит, не отдал, говорит. Это любитель о голубях. Он как заголовок. Ну, маленько, чуть-чуть, просчитай. Просчитай. Игорь, иди сюда. А то там, болящий. На, 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 наденьте. Вот. Газета какая. А мне это дорого. Сегодня принесли мне газету эту. Ну, конечно. Давай. Так, это у нас Барнаул. Как? Вечерний Барнаул. Да, вот он. От 22 сентября 2017 года. Номер 143. Двадцатая. Двадцатая страница. Вот. Так, заголовок крупный. Любовь и голуби. А как это? Фильм такой есть. Владимир Криворотов мечтает возродить голубеводство на Алтае. Интересно. Значит, кто тут у нас? Лада Суворова. Корреспондент. Да. Вот что пишет она. Еще полвека назад голубятни не были редкостью даже в городских дворах. В селах. Их держали чуть ли не повсеместно. Зачастую устраивая на чердаках и даже на сеновалах. Сегодня от большинства голубятин не осталось и следа. Тогда это главная статья. Что тут? Значит, теперь от фотографии. Владимир Криворотов пишет. Говорит. Голубеводство не просто забава. Это нравственное воспитание. Голуби несут радость людям. Воспитывают в детях любовь ко всему живому. Делают их сердца мягче. У меня 2 голубятни. Тогда 3 было потерять. Тогда экскурсии делали. Дети. Влазили. В руках уносили. Они там выпускали. Они летят тут. Я с детьми занимался. Значит, у вас мягкое сердце. А была статья в Алтайской правде. Губернская. Большая. Написано. Злого человека голуби не водятся. Наташа Сохарева. И собаки добавил. А собак держат. Как правило, люди злые такие. Да. А я говорю. А у меня одновременно и собаки и голуби. Да какой я? Это выдумка. Настоящий человек. Вот дальше. Так. Подзаголовок. Не от мира сего. Председатель правления общественной организации КО Голубеводы Алтая Владимир Кайворотов сходу ошеломил заявлением. Любовь к голубям это болезнь. Она это болезнь. Любовь зарождается в детстве. Не проходит и не отпускает. Но полюбить птицу не каждый может точно. Вот я вспомнил. Как у меня. Мне где-то лет было пять. В поселок Карповский. Конзавод номер 140. Тюменцевская района Алтайского края. Там элитные кони. Для Красной Армии готовили. Прям совсох. Совхоз. И она идет. А там чистота такая. Как сейчас помню. Мы шли головой на восток. Вот так идем на восток. Она вот так вот идет впереди. Вот так вот у меня. Ее тетка Татьяна Савуева. У меня такой гнусавый пивучий голос был. Она вот так идет. А на правой стороне там и в яблоках жеребец стоит. Так это. Такие серые пятна. А сам такой белый. Ну красота просто высокого. Ну я иду жеребец. Пятилетняя. Я вот так вот. Она иду. Я глаза поднял. А там матка. Матка это. Ну как называется. Балка. И там голубка сидит. Я жил в деревне. И никогда голубей не видал. Видимо они в одном месте жили-то. Она мне дергает. Бесполезное дело. Я застыл. У него уставился. И все. Она пронзила меня. Это вот моя любовь там была. Я ласточек воробьев видел. Ну может быть лет пять или даже чуть меньше было. Вот откуда зарождается. Это необъяснимое явление. Он правильно говорит. Это болезнь. Любовь называется. Болезнь. Я только увидел ее. Я ее полюбил с первого взгляда. Еще не делает. Еще не может. Голубеводы говорит Владимир Иванович. Когорта людей в кавычках чокнутых. Отпраздновавший на днях семидесятилетия Владимир Криворотов. Высок. Строен. Деятелен. Заражающий. Оптимистичен. И удивительно молодо выглядит. Улыбаясь говорит, что в этом есть заслуга психоголубетерапии. Психоголубетерапия. Вот как называется. И вот его фотография. Я показал. Вот. Действительно. Он у нас был в этой общине. Он затем столом сидел с академиком. Этим. А это он был? Да. Точно похоже. Когда голубем занимаешься. Ласкаешь. Пульс нормализуется. А его воркование успокаивает. Так что каждому человеку нужно свое. Кому кошка. Кому собака. А кому голубь. У меня кто-то в комнате держать. У меня специальные коробки есть. Ну Володя согласен. Потому что убирать надо там. Закрывать бумагой. А Никита еще дома. Я говорю. Никита дождемся. А то без него как. А Никита берите. Сверху стащи. Двух голубей. Чтобы утром. И когда. Благословите говорит. О. Бог с тобой. Господь. Иди с Богом. Многие считают, что мы не от мира сего. Бегаем. Свистим. Мне уже 70 лет. А я раз и на крышу. Даже когда. Раз и на крышу. Точно. Я каждый день лажу туда. И иду по городу. Или еду в машине. Часто смотрю в небо. И если увижу голубей. Обязательно остановлюсь. Подоблюдаю. Сами со старушкой зашли. Мы тут мимо шли. А вот голуби вот. И увидели эту крестовину. Это для голубей делаю это. И зашли у меня по двору ходят. Для меня они олицетворение чего-то необычного. Когда выпускаешь белого голубя в небо. Словно душа возвращается. Нет в природе ничего такого. Более верного как собака. Но голуби еще более верные. И представь. Притом летят за 1000 километров. Рекорд поставила голубка. Проданная в Японию. Долетела до Москвы. Сама. Одна. Дорога корабль где был. Ее там в корабле поймали. Накормили. И потом ей крылья растянули. И печать эту. Корабельную поставили. Она с печатью и прилетела. Они возвращаются. Под заголовок. Владимир Иванович уже 7 лет руководит региональной общественной организацией. Но признается что подсчитать точное количество голубеводов в крае не получается. Не все регистрируются. В Барновле их число приблизительно к 500. В членах ассоциации голубеводов Алтая 150 человек. Раньше в крае особенно в деревнях было очень много голубей. Но после 1991 мы практически всех потеряли. Их выкупили. И машинами вывезли отсюда. Оставшиеся погибали от болезней. Да и кормить было нечем. Сейчас мы на выставках видим что постоянно появляются новые люди. Значит культура разведения голубей понемногу возрождается. Правда птиц сложных пород пока держат немногие. Тут нужен опыт. Например, узбекские малоносные сами не могут выкормить свое потомство. Для птица им нужны няньки-кормилки другой породы. Очень редки в Барнауле. Яйца подкладывают и она выпаривает другая голубка. Вот собака, допустим, которая беспородная. А зачем они щенки-то? А эта принесла 8 или 9, она не может их выкормить. Сосать-то. Поэтому у этих щенков убирают. А тех щенков она их задушит. Делает как эту собаку, которая нянька-то будет беспородная. Это ее доят. Этим молоком обмазывают этих щенков. И потом на которой это лежит беспородная. Подстилка ее обтирают и ей дают. И она его сразу облизывает. Все, теперь приняла. Ей, да. Ейный. Это закон какой. Только так. Больше никак. Она сейчас задушит чужого. Ну да, да. Так, значит, теперь дальше. Очень редки в Барнауле турманы. Это мои. Это мои. Кокос, да? Да. Кучерявые. Тоже мои. Павлины. Это хвостатые. Нет, у меня нет. Вы были они эти, ушли. А я... Мороз заморозил их. А. Якобины. Я никогда не лежал. А это вообще летать не умеют. Якобины. Мясные. Урод. Я таких не люблю и считаю нельзя. Летать не умеют совершенно. А мясные? А? Мясные. Ну, это большие их тут у нас и нету. А. Это мясные, они по килограмму почти, как курица. Их на наших выставках представляют любители уникального. Да и содержать их дорого. Помимо корма требуются прививки, витамины, лечение. А я когда сказал, у которого брал, он говорит, у вас голубятия это освенцин для них. А они не выдерживают. И я тогда, ладно, пусть порода будет похожа, но я не могу теплые сделать ничего. Я тогда к ним такой же похожий диких набрал. Голубей белые-то. Подпустил. Они переженились. Сейчас никакого мороза не боятся, но летное качество похуже станет. А. В основном сейчас держат узбекскую, северо-кавказскую, бакинскую птицу. А. Это бойные голуби. Они в полете ударом крыла толкают тело и делают пироэты. Если голубь хороший, за 300 метров слышно, как молотик крыльями. Есть почтовые голуби, они похожи на диких уличных. Их вывозят на тренировочные полеты за тысячи километров. А почему они похожи? Потому что все остальное, что вывели искусственно, хвост не так, он летать не дает. Они вот так вот это. А этот как дикий, он как стрела летит. Да. А. Они привезли тут, я сейчас не знаю откуда тогда было, из Тюмени или из Кемерово, специальный автобус, ну как газель. И там такие этажи, и он вот так приезжает, а у них там корм, все дается, вода. И он вот так показан. Открывает крышку-то. Мне привезли их 70 голубей, кажется. А они все на ногах у них. Такой знак, когда он домой прилетит и залазит туда, и там щелкнет, снимет с него данные. Да, да, да. Типа-чипа. 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 Типа-чипа, да, вот-вот. И вот так он крышку поднял, а повернули там, чтобы показать тем людям, где они, вот там большое, Барнаул, около моста. Они там рядом, чтобы снимок Барнаула было видно. Свидетели барнаульские голубеводы. Когда он так открыл, они их там фррррр, и не стали облет делать. Скажи, вырвались? И прямо точно взяли направление туда. А везде там в закрытом. Они не видели днем шли, ночью, голуби не знают. И как они знают, куда лететь-то? Вот просто как голуби. Если дом погиб, собака не придёт туда, ей там делать нечего, голубь возвращается на пепелище. Они где. При храмах живут везде. Голуби есть. Это самое глупая птица. Самое Богатое, это ворон. там вообще вытаскивает клюшечка такая, он ее клюм и вытащит червяка из банки показывает где а голубь ничего не знает, отправляется в гнезде ласточка-скворец помет голубиный детишек он в клюв вытаскивает, а голубь никогда не трогает они сидят в помете но человек это голубь живут, говорит, как голубь то он вылетает в порточку, то она особенно после получки по словам Владимира Ивановича в нашем регионе есть две исчезающие породы голубей, знаменитые своей статьей и красотой это алтайские шалевые и барнаульские монахи они летать не знают, они как он на траву постит их и сам среди них лежит они вокруг ходят, воркают, а летать только как воробей, он с куста на куст зашел не может лететь а ну поэтому их и нету, в советское время они жили практически у каждого голубевода теперь же их в пору заносить в красную книгу осталось человек 10-15, которые держат этих птиц но по качеству голуби хуже, чем были до развала страны эти породы наши ассоциации стараются возродить на Алтае невозможно допустить, чтобы они исчезли это ведь генофон шалевых удалось сохранить как у них белый голубь, а у него сверху накинуто коричневый как шаль и вот здесь вот пробелы белые, шаль, шаль накинутая почему не того качества? где-то белые пятнышки, перышки это уже браковка это надо через поколение эти сразу уничтожаются это рассказывает как вот перышко выдерни, где оно не нравится или седина, человек сидеть начинает и перед зеркалом вытаскивает сделали, говорят, азербайджанцы двое поженились, но все смеются горбоносый нос такой но они операцию сделали пластическую а ребенок родился и они туда на него радуются а он такой же дубоносый, как и они прежде были то есть он усвоил нос не после операции, а до операции так и голуби однажды на празднике в Москве я видел, как одновременно взлетели в воздух 5000 белоснежных голубей это было великолепное зрелище, восторг и для наших больших городских праздников нужно делать что-то подобное а самая большая мечта возродить традицию голубеводства чтобы передавалась она из поколения в поколение в Краевом детском экологическом центре мы организовали небольшой питомник а хотелось бы больше, на 100-200 пар голубей когда проводим экскурсии видим, как сияют глаза детей некоторые уже стали заядлыми голубеводами значит, наши усилия чего-то стоят от этого ощущения, словно крылья вырастают уверен, мы делаем прививку добра добра, интересно, у мусульман запрещено голубя разводить невероятно оно не совпадает с тем, какой характер у людей вот у которого голуби, то другое он уже себя подрывать не будет, резать не будет голову вот что, поэтому у них это расхолаживает человека делает более изнеженным и показывает, Брежнев стоит, вот так пальцы взял, свистеть и повалился около голубятника инпаш, повезли Хрущев держал, Зыкина, но там голуби дороговые вот так Спасибо, Христос Да, слава, если кто принес, не знаю Сержа, Литас, простите Так, ну все, ребят